В Люберцах прошла ярмарка вакансий. Работодатели из городского округа и соседних муниципалитетов встретились с потенциальными сотрудниками. О потребности в новых кадрах на этот раз заявили 29 организаций. В каких профессиях сейчас нуждается рынок труда, расскажет Луиза Егязарян. 887 вакансий, подавляющее большинство рабочие специальности. Городскому округу и ближайшим регионам не хватает сотрудников текстильного, швейного и пищевых производств. Дефициты среди медработников. В Люберецкой областной больнице на сегодняшний день свободно 50 рабочих мест. Востребованы в основном врачи-инфекционисты, врачи-анестезиологи, врачи-терапевты, медицинские сёстры-анестезисты, просто медицинские сёстры, санитарки, буфетчицы требуются. На данный момент вакансия юриста открыта, стаж работы нужен в здравоохранении, правда, не менее 5 лет, и инженер по медицинскому оборудованию. Потребность соискателей больше в разы. В городском округе ищут работу более 8 тысяч человек. Резкий скачок безработицы произошёл из-за пандемии. Сотрудники центра занятости исправляют ситуацию с помощью ярмарок вакансий. Чтобы дать возможность соискателю напрямую пообщаться с работодателем, а работодателям оказать помощь в подборе работников. Процентов у нас уже 18, реально нашли работу и как бы трудоустроились. Конечно, из такого числа количества безработных, это, конечно, незначительная цифра, но как бы граждане стараются трудоустраиваться как самостоятельно, так и за счёт центра занятости. Ярмарку вакансий посетили более 600 жителей городского округа Люберцы. 20 человек решили вопрос с трудоустройством прямо во время собеседования, а около 300 соискателей отправили резюме потенциальным работодателям. «Сегодня стоит задача помочь нашим людям, нашим жителям найти работу. Мы ориентированы на то, чтобы создавать рабочие места у нас в Люберцах, но мы ориентированы на то, чтобы привлекать предприятия, бизнесменов к этим ярмаркам с ближней территории». Жителям, которым не удалось пока найти работу, положена денежная компенсация. Максимальная сумма пособия составляет 12 130 рублей. Кроме того, последние 4 месяца родители несовершеннолетних детей, оставшиеся без работы, получали дополнительную выплату по 3 тысячи за каждого ребёнка.